Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня клиентка, которая очень любит простые, но интересные дизайны. Она с удовольствием отходилась с этим покрытием, но отросшая часть заставляет идти на коррекцию. На этих руках очень плохо носится база, постоянно углы страдают. А так как убираем длину практически полностью, о миндале речи идти не может и овал не хочет. Гель тоже не носится, а вот именно полигель носится исключительно хорошо. Хотя вроде гель и полигель идентичны и твердые материалы, но эти руки показывают превосходство полигеля над гелем. Снимаю старый материал. Видео с этой работы есть на канале. Кому интересно, ссылку на него оставлю в описании. Снимаю материал до тонкой подложки. Именно до тонкой подложки. Нужно понимать, что если сейчас оставить больше материала, чем нужно, плюс еще новый укрепляющий слой, и ноготок будет толстоват. Будет желание сделать его тоньше, будете пилить, пилить, и весь новый укрепляющий слой в итоге можно спилить. В общем, эту тонкую грань нужно чувствовать и видеть. Не допилиться до натурального ногтя, чтобы лишний раз его не травмировать, и оставить тоненький слой старого материала. Понимание этой границы обязательно придет с опытом. Я раньше тоже не могла понять, как мастера видят, что вот он тоненький слой, и пилить дальше не нужно. Иначе уже буду пилить ноготь. Пилкой выравниваю торец, скругляя немного углы. Прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец, отрежу часть до натурального ногтя. И теперь маникюр. Апельсиновая палочка аккуратно отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман. И фрезу и прочищаю. Отодвигаю кутикулу щечкой врезы и счищаю налепший птирегий, работая с приключением реверса. Также прочищаю в боковых валиках и шлифую кожу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На подготовленные ногти наношу праймер Bonder от Cosmoprofi. Это бескислотный праймер с эффектом двухстороннего скотча. Адгезивные компоненты в составе бондера увеличивают срок носки покрытия и уменьшают вероятность отслоек. Состав подойдет даже для обладательности чувствительной ногтевой пластины. Нужно дать высохнуть бондеру, сохнет он на воздухе около 1 минуты. База. У меня каучуковая база от Cosmoprofi. Наношу тонким втирающим слоем. База проникает в приподнятые чешуйки ногти, образует прочное сцепление с ногтевой пластиной. И, как видно из прошлого покрытия, носится без единой отслойки. Укреплять буду акрилатиком в оттенке Soft White. Это молочный полигель. У меня есть молочный и гель от Cosmoprofi. Но, как говорила ранее, гель почему-то не очень хорошо носится на этих руках. Хотя делаю все одинаково, что гелем, что полигелем. Также у Cosmoprofi есть акрилатик White. Это абсолютно белый. Он отлично подходит для выкладного френча. А вот сегодня я использую именно Soft White. То есть молочный оттенок. Ленка сегодня захотела молочные ногти. По комочке материала поставила на каждый ноготок. Апельсиновой пачкой смоченого обезжиривателя утаптываю материал у кутикулы. Выравниваю, свожу к кутикуле и боковым валикам материал к минимуму. А вот основную массу акрилатика оставляю в середине в стрессовой зоне. И от середины к свободному краю выглаживаю материал кистью смоченной в обезжиривателе. Работать очень легко материал податливый. Легкими приглаживающими движениями формирую материалом ноготок. Легкие приглаживающие движениями формирую материалом ноготок. В общем, за один подход укрепляю все ногти, кроме ногтей на больших пальцах. Их я все равно делаю отдельно. Убираю липкий слой и фрезую, выравниваю поверхность. Тонким носиком врезать прохожу у кутикулы и по бокам. Убираю натуральный ногот, чтобы максимально исключить отслойки в уголках. Пилочкой поправляю торец. Убираю пыль. И нужны вот такие оттенки для дизайна. Болотно-синий и оливковый. База по капле ставлю для каждого цвета. Но сначала приклеиваю серебристые ленты. Перекрываю базой ленты. Закрепляю их. И теперь выбранными цветами рисую дизайн. Подмешиваю в базу каждый цвет и делаю разводы. Если нужно, кое-где чистой базой разбавляю, размываю цвета. А где считаю нужным, чистым цветом добавляю трещинки. Закрепляю в базу каждый цвет. Закрепляю в базу каждый цвет. Хотела добавить в дизайн веточку, но клиентка не захотела. Сказала, что я всю красоту мрамора закрыла. Убираю ветку. Она захотела добавить золото в дизайн. Добавляю более контрастные линии к черным гель-лакам. Осталось прикрыть нокси топом. У меня глосс топ ультра от Космо-Профи. Ну вот, как обычно, клиентка хотела простенько и получила простенько. Даже веточкой не захотела усложнить дизайн. Ссылку на интернет-магазин Космо-Профи оставлю для вас в описании под видео. И ссылки на их соцсети также будут в описании. Подписывайтесь. В соцсетях можно узнавать о последних новинках, акциях и распродажах. Также можно узнавать о графике работы интернет-магазина. Кстати, молочный полигель после полимеризации не дает желтого оттенка. Если вам также нравятся такие простые, но своеобразные дизайны, ставьте лайк. Очень интересно посмотреть, популярны ли подобные дизайны. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня!